Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире проект «Союз онлайн». Наша съемочная группа посетила гончарную мастерскую Александра Невской Лавры Санкт-Петербурга. И здесь подготовились к Рождеству по-своему, сделали вертеп, конечно же, из глины. Сейчас мы поговорим с руководителем этой мастерской, Сергеем Владимировичем Амельниковым. Здравствуйте! Здравствуйте! Всех братьев и сестер поздравляю и с чадами, конечно, с наступающим Рождеством! Да, спасибо! Да, да, да. И сегодня мы с вами что сделаем? Мы сейчас посмотрим на вертеп из очень такого благородного сакрального материала, как глина. Установим его. Пока будем устанавливать, у нас пройдет, как бы, немножко коснемся самой этой истории. И этот вертеп, который вы увидите здесь сейчас, который мы будем устанавливать, он же будет у нас и стоять в надвратной церкви, там, где обычно в лавре Александра Невская проходит венчание, обычно там его устанавливают на праздник. Да, можно будет с ним познакомиться. Ну, давайте установим фигуры, как они, как это делать. Прежде всего, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем саму пещеру, вертеп. Вот, вот это все такое глиняное, керамическое. Вот, хотя мы знаем, конечно, что вертепы бывают разные совершенно, вплоть даже до пластиковых, но это, я считаю, вообще кощунство. Здесь такую тему использовать вот эти вот материалы токсичные, да, ладно, еще картон, да, вот. Вот, но пластика, конечно, нет. Вот глина, да, это позволяет любому художнику, пусть это совсем маленький художник, да, какой-то, все равно уже будет он творец, он с таким материалом, конечно, легко справится и справился бы, если бы жил, например, и 200, и 300, и 500 лет назад. Это всегда уже тогда было, когда они забрели еще всего всякого пластилина и прочего. Итак, значит, вот пещерка. Значит, кто у нас там были главные персонажи еще само собой, что младенец Иисус, но мы вначале наполним пещеру антуражем определенным, да. Во-первых, у нас была, так сказать, здесь есть в качестве антуража коровка, потому что от нее исходит много тепла, и когда Богородица, так сказать, в вислях оберегала, да, младенца родившегося, то, конечно, тепло, оно не помешало бы наверняка. Вот мы такое, как бы, заботливо коровку сделали, вот она. Устанавливаем ее, вот она у нас будет вот здесь помещена аккуратно, потом можно будет все это шире, так сказать, да. Значит, чтобы она не проголодалась, у нее есть ясерки такие небольшие, мы их туда задвинем в пещерку, вот. Ну, весь саму вот эту вот знаменательную, так сказать, оповестили-то они ангелы непосредственно, вот мы их даем. Один указывает о том, что это вот, так сказать, свыше было даровано вот такое чудо на планете людям во спасение. Устанавливаем одного ангела, но их было же несколько, насколько мы бы знаем, поэтому вот есть еще один, да. Сюда же его. Вот, затем мы берем Богородицу, вот она у нас так, она как бы, ручка такая, как бы успокаивающего младенца, чтобы он там не плакал и так далее. Возле коровки ставим его, сам младенец, вот он у нас лежит в такой, вот, как бы, что-то теплое. Да, да, да. Она его как бы выкачивает. Вот, ну, затем такой пожилой Иосиф, мы знаем, что он старше гораздо Марии, он такой здесь, как дедушка с посохом. Вот, он стоит, как бы, естественным образом, видимо, так сказать, поскольку, как бы, видит присутствие ангелов в калинопреклоненном таком состоянии. Вот, тоже обращен лицом к Марии и к младенцу Христу. Вот, несколько овечек, безусловно. Овечка, это у нас символ кротости, как известно, это агнец Божий. Вот он такой, так сказать, одна такая выглядывает из пещеры, она отдыхает. Вот, ну, ослик, о нем мы тоже знаем, да, когда вхождение было Иисуса, так сказать, такое. Вот, он у нас будет здесь помещен. Вот, и сама ограда этого, этого, так сказать, вертепа, вертепа, эта пещерка, как мы знаем, это то место, естественное такое, такое природное образование, где крестьяне от дождей оберегали свой вот скот, который они пасли. Вот, и мы, значит, ставим такое, видите, она очень все грубо слеплена, как могли бы слепить вот те вот древние люди, сколотить из каких-то досточек, там, что-то, такой какой-то загончик, чтобы не разбежала живность. Устанавливаем и это тоже. И петушок у вас тут сразу. А петушок я тоже возвращал, помните, когда Петр там тогда три раза отречешься, когда говорил. У нас есть все персонажи, то есть, как бы, у Христа еще впереди целая жизнь, но ключевые звери, они уже присутствуют здесь. Ставим и их тоже. И вот получается законченная такая картина. Такая, да-да-да, вполне. Вот и сами такие вот, как бы, хворостины, поленья небольшие такие какие-то, тоже из глины сделанные. И вот таким вот образом мы это все устанавливаем. Получаем картину вертепа. Вот примерно так все и было. Спасибо, спасибо большое, что познакомили нас вот с глиным вариантом. Вертепа действительно очень интересна. Дорогие братья и сестры, мы съемочная группа Петербурга. Анастасия Лобода, Олег Сергушев, с вами прощаемся. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин